Девчонки, всем привет! С вами Илона. Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы снимаем собиралку. Давно не было таких видео на моем канале. Я, конечно же, знаю, что многие любят и ждут такой формат видео. Ну и, в принципе, мне сегодня хочется показать вам некоторые продукты, поговорить с вами. И заодно мы с вами вместе соберемся к съемке видео книжного. После этого видео, собиралки, я буду снимать книжное видео. Поэтому сегодня макияж у нас, собственно говоря, для съемки. Хорошо, поехали. Начинаю я, как обычно, с своего бибикрема. Вот этого вот. Кто-то уже его видел в других моих видео. Это, значит, бибикрем от Aspasia с SPF 50. Сегодня у нас солнечно. Я, в принципе, буду выходить на улицу сегодня. И поэтому, конечно, это то, что надо для меня. И он прекрасно держится весь день на лице. То есть, как бы, проблем с этим нет. Сейчас, кстати, утро еще. Я решила снять видео с утреца. Вот. Я буду поглядывать и в зеркало, и в экранчик. Кстати, что я хотела сказать по поводу нанесения каких-либо тональных средств с SPF в составе. Я надеюсь, вы знаете, что средства бибикрем, тональный крем, который содержит в себе SPF, нужно наносить обязательно хорошим слоем. Потому что, если слой будет совсем тоненький, такой растушеванный больше, то эффекта не будет, как вы сами понимаете. Не будет вот этой защиты, не будет вот этого экрана. Вот. Поэтому я стараюсь наносить так хорошим таким слоем. В принципе, мне бы, может, и меньше, бы количества хватило бибикрема на все лицо. Но я, видите, как бы защищаю свою кожу. Потому что у меня кожа склонна к образованию пигментных пятен, к примеру, не дай бог, конечно, и веснушек всяких разных. Так что вот, нанесли мы с вами бибикрем. Можно немножечко еще под глаза добавить. Не использую никаких консилеров. Уже очень давно. Не знаю, как-то обхожусь без них. Вот. О чем я хотела сегодня с вами поговорить? На самом деле, тем у меня несколько. Хотела поговорить с вами о кино. Потому что недавно мы были в кино. Я немножко об этом обмолвилась во влоге. Но влог, я думаю, будет после собиралки, после книжного видео. Чтобы разбавить немножко контент на моем канале. Вот. Поэтому расскажу. Недавно мы были на фильме «Аладдин». Очень, 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 очень мне понравилось. Я просто в восторге. Так. Оформим бровки. Я, в общем, по ходу дела с вами разговариваю. В принципе, вы многие уже видели, что я делаю, как я делаю. Поэтому не новость. Для вас я думаю. Вот. Значит, фильм «Аладдин». Фильм-мюзикл. Я обожаю Дисней. Честно, очень люблю. Ну, естественно, с того времени, когда, ну, все были детьми. И диснеевские мультики, это было, знаете, что-то, ну, что-то волшебное для нас. Не было тогда кинотеатров каких-то таких, да. Не было интернета, естественно, где можно было что-то скачать и посмотреть. А были вот диснеевские мультики, которые были сначала на видеокассетах, потом уже появились DVD-диски, да. И когда Каролина у нас была маленькой, мы ей много диснеевских мультиков скачивали. И я смотрела с удовольствием, просто смотрела вместе с ней эти самые мультики. И эти красавицы, и чудовище, и Белоснежка. И, конечно же, «Аладдин», и «Покахонтас». Ну, много, короче, мультиков. Ну, и потом уже, которые стали выходить позже, это и «Шрек», это и какие ещё такие более интересные. Ну, в общем, я люблю такое, люблю. И, мне кажется, чем старше я становлюсь, тем больше я люблю вот что-то такое более, что ли, сказочное, более музыкальное. И что-то, что позволяет вернуться немножко ненадолго в детство. Мы пошли на утренний сеанс. Я снимала сторис, многие, наверное, видели. Классно было то, что у неё было людей. Мы там во время сеанса и пели, и Каролина потом танцевала, потому что, на самом деле, фильм идёт долго, два с лишним часа. И для меня время пролетело незаметно, но Каролине показалось, что долговато. Вот, немножко она устала. Я в восторге, честно, и от костюмов, и от того, какая там музыка, песни, да. И, конечно, Уилл Смит неподражаемый, это вообще отдельная история. Я очень люблю этого актёра. И ему даются самые разные роли, и драматические, и комедийные, и вот такие вот мультяшные, как оказалось. И, кстати, да, я согласна, что я, когда пришла потом после кино, решила прослушать саундтреки, так сказать, из фильма на русском, ну, на котором мы, в принципе, и смотрели, да, фильм, и на английском, оригинальная версия. Я вот, честно скажу, мне больше понравилась музыка, как исполнена была, то есть песни, как были исполнены на русском языке, нежели на английском. Не то, что там плохие какие-то голоса, или ещё что-то просто, просто эмоциональности, мне кажется, было больше вот в русском дубляже. Алексей Чумаков просто поразил меня, поразил. Я всегда знала, что у него хороший голос, но настолько классно он спел, мне кажется, он прям вот выложился на максимум, прям. Я даже, честно, не узнала его голос, пока вот не пришла, не посмотрела, что это он пел вот эти все песни, «Арабская ночь», и вообще все песни, которые пел Джин в фильме, тоже пел. В общем, очень понравилось, очень-очень, я в восторге. Недавно посмотрела, ещё мы вот тоже ходили с Каролиной на фильм «Детектив Пикачу» про покемонов, ну, тоже мне, кстати, очень даже понравилось, хотя, ну, как бы, покемонов, вот, увлечение покемонами, мультики, да, про покемонов, я как-то, я уже в этот момент была, наверное, подростком, и уже не смотрела такое, я, скажем, не совсем была в теме, кто такие покемоны, но, тем не менее, всё равно было интересно, и я думаю, кто бы то ни был, да, про покемонов слышали всё-таки многие. Вот, мне понравилось, понравилось, хотя, насколько я знаю, в прокате, вот этот «Детектив Пикачу» как-то не впечатлил зрителей, ну, в принципе, сейчас много чего интересного идёт в кино, поэтому, может быть, в этом причина. Вот, сейчас пока, в общем, у Каролины каникулы, мы стараемся почаще ходить в кино, я кино безумно люблю, я рассказывала, что, да, я читаю, конечно, больше, и люблю читать больше, чем смотреть фильмы, но, тем не менее, как-то вот в кино я люблю ходить, люблю, даже если фильм какой-то, может быть, не супер классный, не супер такой прям, знаете, оставляет много эмоций, хотя, конечно, хорошо, когда так, я всё равно как-то вот получаю удовольствие от этой всей атмосферы киношной, от самого похода, от того, что зал, от того, что там темно, от того, что большой экран, я обошаю звук вот этот Dolby Around, звук вокруг, так сказать, если 3D, то это вообще, конечно, очень круто, прям, я не знаю, кайфую я, вот, так что пока есть возможность, мы ходим. Так, я вам показываю палеточку от Inglot, которую прислала мне Света, магнитная палетка, и в ней, получается, три продукта, которые я сюда вставила, здесь крышечка вот так вот снимается, и вот таких три продукта, пудра для скульптинга, скауптинга, короче, для скульптурирования лица, и двое румяна, вот, будем их наносить, и вот этой вот прекрасной-прекрасной кисточкой от Real Techniques, я её называю русалочкой, посмотрите, какая красивая, но контуринг будем делать другой, кистью, кистью, вот такой, вот, вот EcoTools, я сразу хочу сказать, я уже вот это средство, я уже неоднократно пробовала, это супер, супер, я потом скажу, что это, или подпишу под видео, если вам будет интересно, что за номер у этого средства, я показывала все номера в видео, влог, моё день рождения, подарки, там показывала, вот, и наношу, значит, под скулу, под скулу, не знаю, как правильно, вот, знаете, когда я его наношу, вот, я сейчас на видео его хорошо вижу, а в зеркало мне кажется, что как будто бы, ну, как бы, ничего и не происходит, вроде, что нанесла, что не нанесла, вот, видно, вот, кстати, на камере лучше, чем в жизни, я когда первый раз нанесла, я думаю, блин, ну, как бы, ну, окей, ладно, вроде как, интересно, но непонятно, но потом, когда я сделала полный макияж, и когда я посмотрела на себя при дневном освещении, вот, как сейчас, потому что обычно я крашусь рано утром, когда освещение не очень, и потом я поняла, блин, какое это крутое средство, у меня давно не было ничего такого, чтобы именно скульптурировало лицо так вот, как бы сказать, деликатно, но при этом, ну, как бы, выполняло свою функцию, да, скульптурирование, то есть выделяло наш скол или какое-либо другое место, на которое вы наносите, но я в основном наношу только вот сюда, и немножко еще, сейчас мы с вами нанесем, немножко еще под бровь, не под бровь, а на косточку, на косточку, вот это вот, как бы немножко отштриховываем складку уже скульптором, вот, вот так я делаю, если бы у меня не было челки, я бы скульптурировала лоб, наверное, немножко, ну, как бы, знаете, я много раз видела, как скульптурируют нос, но почему-то мне как-то, не знаю, не близок этот способ корректировать свое лицо, вот, как-то так, уже совсем другой вид, согласитесь, сейчас, когда мы сделаем полный макияж, вы обратите на это внимание, в общем, крутое, крутое средство, вот такой вот оттенок, именно серо-коричневый, то есть то, что нужно для скульптора, у меня раньше все скульпторы, это были даже не скульпторы, а бронзеры, то есть у них немножко другая функция, и они более-таки ржавато-коричневые, и я их тоже люблю, но не всегда, они под любой макияж они подходят, сейчас мы немножко смешаем вот эти румяна, но вот эти вот больше я нанесу, розовенькие, очень мне нравятся, и вот как раз на эту кисточку, которую я называю хвост русалки, немножечко на яблочки, кисть хочу посоветовать прям вообще отдельно, девочки, к этим кисточкам, это Real Techniques, так сказать, By Sam & Nick, да, вроде зовут этих девушек, на iHerb я знаю, что их можно заказать, я видела их на iHerb, по-моему, еще где-то я у нас их видела, но не знаю, как-то вот было у меня желание их заказать, но как-то я все, не доходили руки, вот посмотрите, я, казалось бы, чуть-чуть нанесла румян, то есть вроде деликатно все, но в то же время заметно. Мне нравится, что средства от Inglot дают такой эффект холеного лица, такого хорошего, идеального, я бы даже сказала, макияжа, но при этом не такого яркого, кричащего, не такого, который видно из космоса, скажем так. Раньше мне нравился такой макияж, может быть, потому что я и не знала, как краситься по-другому, сейчас мне нравится, когда вот эффект вот такой, но при этом, чтобы это не бросалось в глаза, я не знаю, там, со 100 метров, да, вот, мне очень-очень нравится. И кисточка отдельно, о кисточке что я хотела сказать, вот посмотрите, она, казалось бы, вот такая вот очень мягкая, да, ну, как такая вот вроде, ну, блин, мне вообще казалось, ну, пудру на лицо нанести, вуаль какую-то, кстати, она для этого тоже подходит, но оказалось, что румяна, как видите, наносить ей прекрасно, в принципе, можно и контуринг, наверное, ей тоже делать, но мне вот нравится именно румяна, и если бы я пользовалась пудрой, я наносила бы пудру ей, также метеориты можно ей, наверное, наносить, я просто в этом нашем макияже решила их не использовать. Она не ставит пятна, вот по той причине, что она такая вот мягенькая, пятна она не ставит, и очень хорошо растушевывает, это важно, то есть вы не переборщите, и очень приятно, нежно она так к вашему лицу относится, понравилась, просто вот мега понравилась, я не думала, что настолько мягкая кисточка может быть такой функциональной, вот, так что рекомендую. Светочке отдельное спасибо. Теперь то средство, которое я вам не показала в влоге с подарками, но это тоже был подарок от Светы, это просто какое-то чудо, это бестселлер Ютуба, это то средство, которое, наверное, было у всех блогеров, я не знаю, более или менее популярных, это хайлайтер Мэри Луминайзер, да, Аказе Луминайзер, вот, вот так вот это, конечно, все выглядит, косметика The Balm, я думаю, не надо ее представлять, сейчас покажу, как это все выглядит, это прекрасный, прекрасный хайлайтер цвета шампанского, такого не было у меня, ну, тут сейчас не будет заметно, такого хайлайтера у меня еще не было, и, кстати, в зеркало тут, в зеркало отличное, немножко я его заляпала, ну, супер, сейчас я его нанесу, вы все оцените на моем лице, сейчас, вообще, мой любимый хайлайтер от Мак, я очень люблю хайлайтер от Мак, Soft and Gentle, ну, этот, конечно, ну, я не могу сказать, что он лучше Мак, он просто другой, но не менее классный, мне нравится его, вот этот именно, такой золотистый оттенок, который, конечно же, очень круто смотрится на загорелой коже, но у меня кожа, как бы, не загорелая, но в то же время, я не думаю, что она прям такая, такая, прям совсем белая, я думаю, что он на любой коже будет смотреться, классно, короче, короче говоря, вот, посмотрите, он мега-мега пигментированный, я так наношу его буковкой В, вот, так как у нас сегодня видео съемочное, так как у нас сегодня макияж для съемки видео, то, в принципе, можно и чуть-чуть побольше его нанести, чтобы было видно, заметно, и хайлайтер я последнее время наношу, вот, ну, практически на все лицо, не знаю, мне нравится, мне нравится, вот, блестеть так, чтобы, вот, вот, прям блестеть, что называется, я не знаю, понимаете, вот, такое вот, использование хайлайтера или нет, ну, я как-то вот, я кайфую сейчас от этого, может быть, этот период потом пройдет, ну, пока вот как-то так, так, о чем еще я хотела с вами поговорить, немножко я хотела с вами поговорить об астрологии, что вы думаете об астрологии, как-то мы с вами эту тему особо не затрагивали на моем канале, так, сейчас, наверное, знаете, мы что сделаем, что мы сделаем, мы, наверное, подведем глазки немножко, вот, и параллельно поговорим об астрологии, я смотрела сейчас эфир Ани Купер, я часто ее смотрю, и там она, ну, я его не досмотрела, но я всегда параллельно читаю комментарии, что люди пишут, я так понимаю, Аня там опять затронула тему знаков зодиака, кто, что, как, она часто об этом говорит на своем канале, и что-то она там прошлась по близнецам, а я же близнецы, вы же знаете это, вот, и вроде как прошлась так, ну, как сказать, что-то сказала не совсем лицеприятное, типа того, что все близнецы эгоисты, самовлюбленные очень, и, ну, честно, я врать не буду, я не слышала, что именно говорила Аня, я читала уже комментарии ее подписчицы, и одна написала, да, Аня, реально так, близнецы, очень эгоистичные, жизнь вертится вокруг них, и, вообще, они умеют любить близнецы, потому что я сужу, типа, по своим родственникам и знакомым. Знаете, меня это как-то немного задело, потому что я тоже близнецы, и я считаю, что неправильно так судить, ну, типа, особенно вот как-то так, что, а умеют ли они вообще любить, ну, блин, камон, конечно, мы умеем любить, я не знаю, ну, ну, нельзя так, короче, я написала, написала там комментарий, если вы тоже смотрите видео Ани, вы можете его там увидеть, я сказала о том, что, ну, глупо, как бы, всех под одну гребенку причесывать, астрология, наука для меня намного сложнее, чем вот тупо сказать, что, да, близнецы самовлюбленные, там, я не знаю, девы скучные и так далее. Сори, вот я когда делаю стрелки, я прям не могу разговаривать, сейчас я их нарисую и вернусь к вам. Так, ну, стрелки я нарисовала, вот я снова к вам вернулась. Ну, в общем, что я об этом думаю? Для меня астрология – это наука, я отношусь к астрологии очень уважительные и считаю, что, во-первых, это наука, которая ведет свой отчет еще с древности, да, и это не, скажем так, не какое-то шулерство, это не какой-то обман, это реально то, что было, есть и будет. Думаю, что никто не будет отрицать, там, что фазы Луны, к примеру, да, влияют очень на человека и не только на человека, на обновление нашего организма, там, и так далее. А астрология, собственно говоря, это наука, которая изучает движение, да, небесных тел и их влияние на жизнь человека. Сейчас у нас, кстати, в Казахстане очень популярна вообще астрология и составление натальных карт, но, конечно, много шарлатанов, вообще, естественно, этому надо учиться, это не так-то просто, это надо уметь всё высчитывать, просчитывать и только потом давать человеку какой-то прогноз и так далее. В это я верю. И я не верю, конечно, в гороскопы, которые пишут журналы, в газетах, и никогда, вот честно вам скажу, никогда эти гороскопы вообще не имели что-то близкое вообще со мной. И описание моего знака чаще всего тоже под меня не подходит. Как мне всегда говорили, ты нетипичные близнецы. В чём-то, конечно, есть там какие-то отдельные моменты, но в целом это не я. А потом, ну, у меня есть подруга, которая любит астрологию и сейчас, кстати, учится, учится, ну, я не знаю, как это назвать, не на астролога, но, в общем, изучает эту науку, она, скажем так, в начале пути, но она в этом, естественно, разбирается намного лучше, чем я, и она меня просветила, что есть такая вещь асцендент. Асцендент, и как я это поняла, это, по-моему, то, как бы, где находилась луна в момент вашего рождения, то есть надо знать точное время своего рождения, и вот луна, в каком знаке находилась. От этого зависит гораздо, наверное, больше, чем вот, как вот, например, что я родилась 3 июня, и я близнецей. Асцендент у меня, я не помню, в чём у меня асцендент, но, в общем, описание вот этого асцендента подходит для меня больше, нежели просто описание знака близнецов, поэтому, ну, нельзя, нельзя так вот говорить, что близнецы такие, львы такие, козероги такие, но это глупо, на мой взгляд. Так, я хочу взять вот эти вот тени, честно говоря, я уже и не уверена, что это именно тени, это глиттер, хотя нет, это liquid eyeshadow написано, да, ну, в общем, назовём их тени, в оттенке rose gold retro, и я хочу их немножко, как бы, поверх нанести чёрной подводки, ну, что-то такое более интересное сделать, вот, сейчас попробую, что-то такое летнее, летнее сотворить, вот, потому что они очень такие, очень блестящие, и на всё веко как-то их наносить немножко так маскарадный такой вариант, ну, или праздничный, или вечерний, а сейчас всё-таки ещё утро, и мне ещё с этим макияжем, как бы, ещё потом за ребёнком детский сад идти, вечером, вот, так что, такие вот дела, расскажите мне, кто вы по гороскопу, подходит ли вам описание вашего знака, вообще, обращались ли вы к астрологу, верите ли вы в это, мне вот, ну, всегда интересно было, была интересна эта тема, вот, когда-нибудь, может быть, я попаду на приём к хорошему астрологу, и услышу что-то, что-то новенькое про себя, вот, у нас есть такой известный астролог, его зовут Акрам, вот, если может быть, если может быть к нему, у меня подруга к нему ходила, и она сказала, что он действительно, действительно, очень грамотный человек, что-то сегодня голос пропадает, кстати, помните, я вам, ну, как бы спрашивала у вас уже про подводку, посоветуйте мне снова, посоветуйте, как-то тогда не было отзывов, какой подводкой пользуетесь вы, жидкой, гелевой, я не знаю, маркером, ещё чем-то, посоветуйте мне именно чёрную подводку, и самое главное, чтобы она была стойкой, для меня это самое главное, я уже, мне уже не важно, гелевая она будет, или же она будет жидкая, но лишь бы она держалась, и, знаете, чтобы, ну, водостойкая, не водостойкая, это не так важно, лишь бы она вообще не текла при, не знаю, каких-то погодных условиях, или, если глаз у меня заслезится, или ещё что-то, чтобы вот, вот просто вот эта подводка, которая у меня сейчас, она от Катрис, да, она неплохая, она вроде всё чёрная, и, как бы, всё нормально, но, например, стоит мне почесать, потереть глаз, или если я вдруг намочу, и она, конечно, сотрётся, и мне это не нравится, я в ней не уверена, посоветуйте мне подводку, в которой можно быть уверенной, потому что подводки сейчас все, особенно гелевые, дорогие, и если уже покупать, то хотелось бы, ну, узнать, в пользу чего делать выбор, ну, за что, собственно говоря, платить свои денежки, вот, короче, как подводку, эти тени не очень удобно наносить, потому что, сейчас покажу, почему, потому что, видите, аппликатор вот такой, и набирается всё сюда, а не на боковые грани, но, по-моему, у меня получилось, вот, вот так вот получилось, я немножко на нижнюю слизистую нанесла, чуть-чуть, такого зелёненького карандаша, он не очень пигментированный, но вообще, если у вас есть какой-то яркий карандаш для глаз, то я считаю, что в летнем макияже, можно немножко на водную слизистую нижнюю, его наносить, будет интересно смотреть за макияж, так, мои щивчики, будем завивать реснички, ну, в общем, вы поняли моё отношение к астрологии, и поделитесь, наверное, поделитесь своим ощущением от того, какие бывают знаки зодиака, вот, тушью я буду, сейчас покажу вам, какой тушью я буду красить, она уже подсыхает, скоро надо открывать новую, но в целом я ей очень-очень довольна, я уже довольно давно пользуюсь именно белорусскими тушами, давно не беру ничего, например, Maybelline, или L'Oreal, или Max Factor, потому что, на мой взгляд, они стали неоправданно дорогими, и, ну, как бы, я не вижу смысла платить большие деньги за продукт, которым я буду пользоваться максимум два месяца, ну, и то не каждый день, я, например, не каждый день крашу сейчас, поэтому, поэтому я считаю, что это немножко расточительно, ну, для меня, опять-таки, не для всех, это понятно, вот, как-то так у нас получилось, сейчас нижние реснички, да, кстати, Света меня спрашивала, моя дорогая подписчица, Света спрашивала про СПА, я обмолвилась, что мне подарили абонемент СПА, но на СПА я еще не ходила, на СПА, ну, скоро пойду, если все получится, то мы пойдем вместе с моей подругой, так будет веселее, на мой взгляд, ну, в смысле, это будет просто, как бы, совместное времяпровождение, потом, например, мы куда-то сходим вдвоем, проведем время, в общем, продлимый релакс, так сказать, вот, я ни разу не была в СПА-салоне, и вообще, ну, как бы, не посещала такие процедуры еще, я думаю, что многие из вас все-таки не такие, как я, и ходили, там, я не знаю, на массаж какой-то, или там, еще какие-то такие процедурки, приятные для себя, тоже поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, особенно те, кто из Астаны, расскажите, ходили ли вы, куда ходили, какие отзывы, я потом тоже, конечно, расскажу, к нам мы ходили, понравилось мне или нет, я, конечно, надеюсь, что мне все понравится, вот, и будет у нас с вами такой вот, интересный диалог на эту тему, вообще, конечно, надо регулярно посещать такие места, для души и тела, особенно нам, девочкам, это очень-очень надо, я считаю, ну, мужчинам, конечно, тоже, но, себя баловать, конечно, надо тоже, в первую очередь, я думаю, ну, что, глаза я накрасила, вот, тушь немножко, как я уже сказала, подсыхает, поэтому запачкала слегка мне верхнее веко, но, вообще, тушь хорошая, люкс визаж, Be Crazy Volume and Lift Up, вот такая вот тушь, классная, кисточка, типа, вот, ложечка, силиконовая, так, ну, и последний штрих, будем, будем мы с вами, красить губы, вот такой вот пробничек у меня есть, тоже был в посылочке, это помада, какая-то новинка от Givenchy, Le Rouge Liquid, Le La Rouge Liquid, в общем, я так поняла, это какая-то стойкая помада, их здесь как бы много, но вот у меня три таких пробничка, которых я, которые я уже вскрыла, я им уже воспользовалась, это цвета, так, Rose Flannel 202, 309 Le Interdit, и 410 Rouge, я не знаю, как это читается, Rouge, что-то там, вот я хочу этим Rouge, что-то там, сегодня и накрасить губы, тут, кстати, прилагалась вот такая удобная кисточка, мне очень нравится, что даже пробничек можно нанести так комфортно на губы, вот, я, правда, не смогу разговаривать, когда буду красить губы, поэтому, наверное, я накрашу и переключусь, вот, буду красить такой кисточкой, вот такие губы у меня получились, немножко, я так, вышла за контур, не специально, я не прям любитель делать и свои губы больше, чем они есть на самом деле, но сегодня у меня вот такой немножко, короче, и практически сценический образ, такая, знаете, Гуара Витясян на минималках, вот, ну, в общем, мне нравится в целом, помада такая, немножечко, такая, она, в общем, матовая, и кажется, что она немножко припыленная такая какая-то, ну, очень интересная у нее очень финиш, она яркая, она стойкая, еду, конечно же, не перенесет, но в целом она стойкая, и не сушит губы, легко наносится, так что мне очень нравится, вот, я была рада, что вы собирались сегодня со мной, что вы послушали то, о чем я говорю, я надеюсь, что вы напишите свои комментарии, что вы думаете по поводу кино, по поводу астрологии, и так далее, буду очень рада общению с вами, и увидимся в следующем видео, всем пока!